В студии, ведь вместе с вами могут играть ваши дети, которые наверняка лучше вас знают и помнят школьную программу. Проверьте это, пожалуйста. Итак, господа игроки, давайте знакомиться. Игрок номер один, пожалуйста, представьтесь нам. Здравствуйте, меня зовут Захарова Анастасия. И по специальности вы? Геолог-эколог. В анкете у нас есть такая графа, которая называется «работает», и двоеточие написано «домохозяйка». Я как женщина могу сказать, что это самая тяжелая на свете работа. Вы увлекаетесь книгами, любите вы математику, не любите вы физкультуру, хотя, глядя на вас, этого не скажешь. Мы всегда рассказываем о каком-нибудь забавном случае, который произошел с каждым из наших игроков в школе. И вот Анастасии в школе нужно было написать сочинение по картине, которой Насте не нравилось. И когда писала она сочинение Насте, она очень часто высказывала свое мнение, негативное по отношению к этой картине. За это ее оставили после уроков и сделали ей выговор, но оценку все-таки поставили положительную. Настя, я не могу вам обещать, что сегодня вам достанутся именно те вопросы, которые вам нравятся. Могут быть и такие, которые вам не понравятся, но вам все равно придется на них отвечать. И если ответ будет верным, вы заработаете свою честную, положительную оценку. Мы желаем вам удачи в нашей игре. А теперь игрок номер два. Пожалуйста, представьтесь нам. Дрон Дмитрий. Историк. Религиовед. Историк-религиовед. Работаете вы в музее истории и религии, да, увлекаетесь языками, учились вы на четыре. И не любит, Дмитрий не любит математику. Вся ваша надежда на Настю, она ее любит. И дай бог, чтобы она взяла вопросы по математике, а вам достались какие-нибудь другие, например, истории. История. Дима человек... Можно открыть тайну, да? Конечно. Очень романтичный. Он был влюблен в школе в девочку, но тайно. И эта девочка однажды потеряла кольцо. И весь класс его искал. Нашлось оно около Диминой парты. И он лично отдал это кольцо девочке. И девочка после этого предложила ему дружбу. Вы сегодня окружены очаровательными дамами. И это должно вас вдохновить на победу. И мы желаем вам удачи в сегодняшней игре. Романтик. Дмитрий, удачи. Спасибо. И, пожалуйста, игрок номер три. Представьтесь нам. Мария Левина. По специальности я микробиолог. Микробиолог. А какие замечательные у Марии увлечения? Айкидо и конный спорт. Да? Да. Уже на протяжении нескольких лет занимаетесь, да? А все-таки айкидо или конный спорт, что перевешивает в вашей душе? Сейчас айкидо. Сейчас айкидо. А лошади забыты. Мария не любит математику, а любит биологию. Соответственно, она микробиолог. И она может взять на себя эту тяжелую часть наших уроков. Маша хорошо поет. А она пела в школьном хоре. И Маша запомнилась особенно одно выступление. Она стояла последней в четвертом ряду. А скамеечка оказалась короткой. И она все выступление простояла на одной ноге. И при этом она не теряла лицо. Она пела точно, верно, не фальшивила и широко улыбалась. Вам там удобно стоять? Да. Спасибо. На обеих ногах стоите? Да. Твердо стоите? Замечательно. Значит, вы можете спокойно улыбаться широко. И я надеюсь, что это поможет вам прекрасно работать на наших уроках. И мы желаем вам удачи в игре. Спасибо. Ну, правила нашей игры очень простые. На первом уроке вы будете отвечать на достаточно легкие вопросы. За ответ на более легкие вопросы вы получите 3 балла. За ответ на более сложные, соответственно, 4 и 5. Если ваш ответ неверен, значит, эти баллы пойдут вам в минус. Все названия предметов и все вопросы перед вами будут на доске. Вы сами будете выбирать предмет. И сами будете выбирать сложность вопроса. Тот из вас, кто наберет наибольшее количество баллов, получит возможность сдать выпускной экзамен и выиграть главный приз нашей игры. Замечательный ноутбук. Подсказывать у нас нельзя. Это понятно. Правила ясны. Тогда, господа ученики, к доске. Итак, игрок номер 1, Анастасия Захарова, первая выбирает предмет и называет отметку. Количество баллов, в котором она уверена. Физика плюс химия. Физика плюс химия на? На 3. Физика плюс химия. Проникновение. Итак. Инфильтрация. Это называется фильтрация. Это верный ответ Дмитрий. Итак, Дмитрий, пожалуйста, выбираем предмет. История на 3. Как звали старшего сына в семье Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых? У нас есть 5 секунд, но я вижу, что вы готовы ответить на этот вопрос сразу. И его звали? Александр. Совершенно верно. Старший брат Ленина. Участвовал в подготовке покушения 1 марта 1887 года на Александра 3. И был повешен в Шлиссельбургской крепости. Его звали Александр. Вопрос был простой, но в игре еще надо и удачно выбрать вопрос. Я всем желаю вам удачи. Маша. В биологии вопрос на 4. Как называется эта бабочка? Не торопитесь, у вас есть 5 секунд, время пошло. И она называется? Это махаон. Нет, ответ неверный. Вы знаете верный ответ, Настя? Вы подозреваете, но не рискуете. Дмитрий не знает. Эта бабочка называется адмирал. Это мы с детства знаем. Капустница и адмирал – это те две бабочки, которые отличают любой ребенок. Он знает их название. Пожалуйста, Настя. География на 4. Частями какой страны являются исторические области? Курземе, Витземе и Латгале? У нас есть 5 секунд. Финляндия. Нет, ответ неверный. Да, Дмитрий? Латвия. Это Латвия, Курляндия. Верно, Дмитрий, вы знали? Разумеется, тем более, что я сам наполовину латыш. Вот я сейчас это услышала в вашей речи. Ну, пожалуйста. История 4. Как в народе прозвали? Махандаса Карамчанда Ганди, лидера национально-освободительного движения Индия. Вы знаете ответ? Разумеется. И мы слушаем ваш ответ, Дмитрий. Махатма. Великая душа. Абсолютно верно. Браво. Браво, Дмитрий. Дамы, я прошу вас подтянуться и не ударить в грязь лицом. Мария, вы все знаете, девочки? Биология 5. Как называется система мозг-нерв-орган? Знаете ответ? Слушаю ваш ответ. Это рефлекторная дуга. Абсолютно верно. Мозг симулирует реакцию на раздражение. Сигнал передается по нервам к рабочему органу мышцы или железе, который реагирует на раздражение сокращением мышцы или выделением секрета железа. Настя, выходим из минуса. Математика на 3. Математика. Любимый предмет. Что больше? 54% от 15 или 15% от 54? 5 секунд. Время пошло. Вижу, Мария, вашу руку, но жду ответа Насте. 54% от 15. Неверный ответ, да, Мария? 15% от 54. Нет. Ответ правильный равно, потому что в любом случае 15 умножается на 54 и делится на 100. Дмитрий? География на 3. Какой буквой греческого алфавита обозначается самая яркая звезда созвездия? У нас есть 5 секунд, но если вы готовы сразу ответить, я сразу вас слушаю. Альфа. Альфа. Конечно. Вопрос был прост, ответ был ясен. Молодец, Дмитрий. Пожалуйста, Мария. Биология 3. Биология 3. Как называется ископаемая смола хвойных деревьев? 5 секунд. Время пошло. Она называется? Янтарь. Абсолютно верно. Хорошо, Мария, вот так держать, вот так держать. Настя, я очень вас прошу, ответьте правильно. Давайте физика плюс химия на 4. Как называется движение механизма, при котором не осуществляется полезная работа? 5 секунд, время пошло. Итак? Не помню. Кто помнит? Никто не помнит. Когда работа полезная не осуществляется, мы говорим, что это работает в холостую. Холостой ход это называется. Очень просто. Дмитрий, теперь ваше время выбирать вопрос. Пожалуйста. Литература на три дома. Какой поэт восклицал? Печально я гляжу на наше поколение. 5 секунд. Вы так улыбаетесь, что я понимаю, что вы знаете, какой это был поэт, его звали? Михаил Юрьевич Лермонт. Абсолютно верно. Его грядущий пусто и темно. Между тем под бременем познания и сомнений в бездействии состарится оно. Молодец. Дмитрий меня сегодня очень радует. Очень. Мария, и вы, пожалуйста, присоединитесь к радующим меня ученикам. Краеведение 3. Как правильно назвать жительницу города Якутска? 5 секунд. Время. И вариант ваш? Якутчанка. Якутчанка? Да. И правильно, Дмитрий. Якутчанка. Якутчанка, да. Настя, выбирайте вопрос. Математика 4. Как называется число 10 в 12 степени? 5 секунд. Время пошло. И называется оно? Биллион. Нет. Как оно называется? Оно называется триллион. Единица с 12 нулями. Ох, как вы меня сегодня огорчаете, Настя. Подтянитесь, пожалуйста, Дмитрий. Литература 4. Как называется цикл стихотворений Пушкина, среди которых есть Гайдук Хризич, Ян Комарнавич, Яныш Королевич, Бонапарт и Черногорцы? 5 секунд. Время пошло. Вы знаете ответ? Да. Я слушаю его. Песни южных славян. Я зачту вам этот ответ, хотя в прилагательном вы допустили ошибку. Это песни славян, но не южных, а западных все-таки. Песни западных славян, но я зачту вам это как правильный ответ. Спасибо. 11 песен. Итак, Мария, мы выходим из минуса, я надеюсь. Давайте. Физика плюс химия. Как называются искажения, связанные с неидеальностью оптических систем? 5 секунд. Время. Это искажение называется? Марева. Нет, неверно. Оно называется аберрация. Искажение изображения, вызываемое несовершенством реальных оптических систем. Аберрация бывает сферический и хроматический. Вопрос был, в общем, не очень простой, так что расстраиваться мы не будем. Настя. География. Пригород какого современного города расположен на территории древнего Карфагена? 5 секунд. Тунис. Тунис. Это верный ответ. Но приятно, что это знают все. Дмитрий. Краеведение на 4. Краеведение на 4. Назовите город, входящий в золотое кольцо, в котором находится знаменитый Ипатьевский монастырь, где Михаилу Романову объявили об его избрании на царство. Пожалуйста, 5 секунд. Мы думаем. А о чем тут думать? Это Кострома. Действительно, зачем думать, когда и так ясно? В 1613 году Земский собор избрал царю Михаила Романова. Мария. Краеведение. И даже не спрашиваю, насколько, потому что все боялись пятерок, и теперь каждому из вас достанется по пятерке. Какой крупнейший черноморский портовый город расположен в Цемесской бухте? 5 секунд. Время пошло. Я вижу, что Дмитрий знает, но что ответа, Мария, вы тоже знаете. Это город? Севастополь. Нет, не верно. Это город? Новороссийск. Это город Новороссийск. Основа в 1838 году как военное укрепление. Браво, Дмитрий. Ну что тут скажешь? Вы меня огорчаете, дорогие дамы, ну что делать с вами? Осталось три вопроса, причем по разным предметам. И у вас, Настя, есть выбор. Выбирайте. Математика. Математика. Как называется число, в котором выделены целая и дробные части? 5 секунд, время. Как оно называется, Настя? Дробная. Нет, целая и дробные части называется дробная. А целая куда дели? Оно называется смешанная. Дмитрий, и мы выбираем историю. История на 5. В каком году в Варшаве был подписан договор, объединивший страны Восточной Европы в противостоянии НАТО? 5 секунд, которые вам не нужны. Слушаю вас. 1955. Абсолютно верно. Выбора нет, но я думаю, что вы и выбрали бы литературу, да, Мария? Итак, смотрим. Как называется повесть Александра Куприна, на создание которой писателя вдохновила ветхозаветная песней? 5 секунд, время пошло. Я не знаю. Вы не знаете? Нет. Как называется эта повесть? Простите меня, Дмитрий, я хочу, чтобы Настя мне ответила хоть на что-нибудь сегодня, чтобы я так не огорчалась. Суламиф. Она называется Суламиф. И к концу первого урока мы подходим с такими результатами. Анастасия Захарова, минус 13 баллов. Романтик Дмитрий Дрон, 41 плюс. И Мария Левина, которая, надеюсь, исправится на втором уроке, минус 20. У нас с вами впереди второй урок, и вы можете взять реванш. Отдохните, соберитесь с мыслями. Итак, начнем. Анастасия первая выбирает предмет. Вы видите, как много вопросов. Пожалуйста, Настя. Математика плюс физика. В точных науках различают два вида маятника. Назовите оба. У вас 10 секунд на обдумывание время. Пружинный и подвес. Нет, неверный ответ. Кто знает верный ответ, никто не знает. Два вида. Физический и математический. Математический маятник – это материальная точка, совершающая под действием силы тяжести колебательные движения. Физический маятник – это тело, совершающее под действием силы тяжести колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через центр тяжести тела. Дмитрий, история? Конечно. В конце концов. Какой магистр Пражского университета выступил против индульгенции и взошел на костер, не отрекшись от своих убеждений? 10 секунд, если они вам нужны. Если вы хотите ответить сразу, я слушаю ваш ответ. Сразу. Это Ян Гус, сожженный в 1415 году на Константском соборе. Абсолютно верно. Да, превосходный, прекрасный, полный ответ – это национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель, идеолог чешской реформации. Мария. Биология плюс химия. Как называются леса, растущие на илистых тропических побережьях, защищенные от прибоя, но заливаемые во время прилива? У вас есть 10 секунд. Это мангровые леса. Верно. Мангровые леса, мангровые заросли распространены на побережьях Восточной Африки, Южной Азии, Австралии и Океании. Пожалуйста, Настя. География. География. На границе каких двух государств расположено Мертвое море? У вас 10 секунд на обдумывание время. И так? Иордания и Израиль. Верно. АПЛОДИСМЕНТЫ И только так, Настя, пожалуйста, чтобы не огорчать учительницу. Пожалуйста, Дмитрий. История. К какому ордену рыцарей и монахов принадлежит этот воин? 10 секунд, которые вам опять не нужны? Конечно. Я слушаю вас. Это тамплиер. Это тамплиеры или храмовники от французского тампы. Браво, Дмитрий. Браво. Мария. Биология плюс химия. Как называется в физиологии постоянство состава и свойств внутренней среды организма или клетки? 10 секунд нам не нужно. Вы обязаны знать ответ на этот вопрос. И называется? Гомеостаз. Гомеостаз. Абсолютно верно. Удачно выбрали вопрос. Настя, пожалуйста. География. Да. В каком швейцарском городе находится знаменитая в кавычках медвежья яма? 10 секунд, время. Город этот называется? Я не знаю. Никакой версии нет. Этот город называется город Берн. Медведи дали название этому городу, изображены на его гербе. Дмитрий, мы выбираем? Опять историю. На стороне какой армии во время гражданской войны в Северной Америке воевали генералы Уилли Симпсон Грант и Уильям Шерман? 10 секунд, время, которое нам опять не нужно. И на какой стороне они воевали? Северян, Янки. Конечно, на стороне Янки, да. Противостояли армии Юга, армии конфедератов. Браво, Дмитрий, браво. Что тут скажешь? Мария. Биология плюс химия. Биология плюс химия. Забираем последний вопрос. Как иначе называют ренин? Фермент из желудка жвачных животных, издавна используемый в сыроварении. 10 секунд, время. Лактаза. Нет, не верно. Он называется сычужный фермент, он же химозин, вырабатывается в сычуге, в отделе желудка молодых жвачных животных и используется для створаживания молока. Сычужный фермент. Мне очень обидно, что вы не знали ответа на этот вопрос. Настя, пожалуйста. Общий вопрос. Как называют художников, героями картин которых становятся животные, и птицы, и Дмитрий, и Мария знают, но 10 секунд. И называются эти художники? Вы знаете, как они называются, Настя? Вот так надо же так волноваться. Итак, Мария, они называются? Анималисты. Конечно, от латинского анимал животное, понятно, да? Дмитрий, пожалуйста. Ну, давайте пойдем по аналогии, общий вопрос. В какой стране родились танцы фанданго, хота и сегидилья? 10 секунд, которые опять вам не нужны, я понимаю. И страна это? Испания. Безусловно. В Испании родились более известные танцы фламенко, хабанеро, болеро. Конечно, молодец. Пожалуйста, Мария. Общий вопрос. Общий вопрос. И скажите, пожалуйста, какое литературное произведение проиллюстрировал Валентин Александрович Серов? Вот как взметнулась рука у Насти. Маша, я слушаю ваш ответ. Это басня Крылова «Квартет». Квартет, абсолютно верно. 1811. Настя, выбираем вопрос. География. Какое озеро во времена СССР называли Всесоюзной Солонкой? 10 секунд, время пошло. Эльминь? Нет, Дмитрий знает, как называлось это озеро. Да. Да? Баскунчак. Баскунчак. Годовая добыча соли в этом озере составляла около 4 миллионов тонн в год. Баскунчак. Абсолютно верно, Дмитрий. Горжусь вами, горжусь. Такого ученика иметь – это радость и гордость учителю. Пожалуйста, выбираем. Литература. Как называется цикл сатирических новелл, в который вошли Вассесуали Лоханкин, Пролетарий чистых кровей, Золотой фарш, Красный калошник-галошник. 10 секунд, время пошло. Вопрос, на самом деле, очень непростой. Мало кто знает ответ на этот вопрос. Не знаете, да, Дмитрий? Нет. Нет, конечно. Цикл этих сатирических новелл назывался «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска». Илья Ильф и Евгений Петров написали этот цикл в промежутке между написанием «12 стульев» и «Золотым теленком». Действительно, вопрос непростой был. Мария. Литература. Литература. Все нашлось. Песок, кирпич, испарится труд как надо. Тут печник, а там Ильич за стеной пишет. Рядом. Кто автор замечательного стихотворения? Ленин и печник. У вас есть 10 секунд. Дмитрий ответ знает, но Мария, по-моему, тоже готова ответить. Итак. Это Твардовский. Александр Трифонович Твардовский. Абсолютно верно. Ленин и печник. И вот, Мария, вы вышли в ноль, что уже само по себе хорошо. То есть это уже не минус в любом случае. Не минус. Настя. Ну-ка. Математика плюс физика. Математика плюс физика. Именно это начало термодинамики противоречит созданию вечного двигателя второго рода. 10 секунд время пошло. Вижу, Мария, что вы знаете, но жду ответа Насти. Вся полученная энергия не может использоваться. Это очень длинно. Мне нужно четко. Именно это начало. Мне нужен четкий ответ. Второе начало термодинамики. Второе начало. Настя. Вот только стоило мне на вас накричать. А как раз на вас кричать надо. А как раз с вами тоже надо. Не пряником, а кнутом. А я все, Настя, Настя. Она была кнутом. Сразу бы ответили. Второе начало. Невозможен переход теплоты от тела более холодного к более нагретому. Без каких-либо изменений в системе или окружающей среде. Но, Дмитрий, с вами так не надо. Можно спокойно спросить. Вежливо. Скажите, пожалуйста, какой предмет. Я выбираю литературу. Литературу. План Берлиоза следует признать правильным. Нужно было добежать до ближайшего телефона автомата. И сообщить в бюро иностранцев о том, что вот, мол, приезжий из-за границы консультант сидит на патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Кто, кроме Берлиоза и иностранного консультанта, участвовал в беседе на патриарших прудах? Вы готовы ответить? Это поэт Иван Бездомный. Поэт Иван Бездомный. Это роман Михаила Афанасьевича Булгакова. Мастер и Маргарита. Мария. Математика плюс физика. Математика плюс физика. Что такое полином? 10 секунд, время пошло. Что это такое? Полином – это последовательность. Вы слово прочитали? Да. Ну, переведите его. Много членов. Ну, так вот и все. Многочлен. Полином – это многочлен. То же самое, что алгебраические выражения, представляющие сумму или разность нескольких одночленов. Настя, ну, у вас нет выбора. Сейчас что выберет для вас компьютер? Как называют напевы альпийских горцев, для которых характерны рулады и скачки на большие интервалы. 10 секунд на то, чтобы подумать время. И ваш ответ – Настя. Не помните, как они называются. Мария, вы поднимали руку. Они называются? Йодль. Йодль. Абсолютно верно. Жанр народных песен и манера их исполнения. Для Йодля характерны рулады, скачки на широкие интервалы, переходы от низкого грудного регистра к высокому фальцетному. Дмитрий, ну что, компьютер, вам скажем? Вопрос без выбора. Лиши, Мустафа! Ждите моего знака. Как назывался первый игровой звуковой фильм, выпущенный в Советском Союзе? Мы традиционно с вами не берем время на обдумывание. Он назывался? Путевка в жизнь. Браво, Дмитрий Дрон. Ну что ж, Мария, ну, вам остался последний вопрос. Под каким литературным псевдонимом скрывались братья Алексей Владимир и Александр Жемчужниковы и их двоюродный брат Алексей Константинович Толстой? 10 секунд. Лука Мудищев? Нет, неверно, Дмитрий. Это Козьма Прутков. Это Козьма Прутков! Это выдуманный персонаж. В 1884 году было издано полное собрание сочинений Козьмы Пруткова, в котором был напечатан портрет и подробная биография абсолютно выдуманного персонажа, под которым скрывались вот эти вышеназванные замечательные люди. Итак, к концу второго урока мы подошли с такими результатами. Анастасия Захарова минус 28 баллов. Ничего страшного. У нас бывало и хуже в нашей игре. Дмитрий Дрон. Плюс 76 баллов. Это третий результат за всю историю нашей игры. Это очень высокий балл. И Мария Левина все-таки положительные плюс 5. Ну что ж, Настя и Мария, я думаю, что они достойны награды. И поэтому с удовольствием вручаю вам, игрокам, недопущенным к экзамену, толковый словарь русского языка Владимир Ивановича Даля. А наш победитель, Дмитрий Дрон, награждается замечательной книгой «Россия». Иллюстрированный энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона. И впереди нас с вами, Дмитрий, ждет выпускной экзамен и дорога к ноутбуку. 9 лет. Назовите слово, объединяющее название этих важных для русской истории письменных источников. Думаем, Дмитрий? Правда. Верно, Дмитрий! Вам и тут не понадобилось время на обдумывание. Имеется в виду русская правда, правда от латинского иустиция, правовой кодекс Руси. И газета «Правда», первый выпуск газеты «Правда» под редакцией Льва Троцкого вышел в Вене. До апреля 1912 года выходил в Вене. И с 5 мая 1912 года большевики сделали правду своим партийным органом. Браво! Я поздравляю вас с тем, что вы стали не только победителем сегодняшней игры, но и с этой минуты обладателем главного нашего приза, замечательного ноутбука. И благодарю вас за великолепную, блистательную игру. Спасибо. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам было интересно играть сегодня вместе с нами и вместе с нами вспоминать ваши школьные годы. Я, Светлана Крючкова, прощаюсь с вами. До следующего воскресенья. До свидания. И помните, что ровно через неделю в это же время я опять вызову вас к доске. Готовьтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова